Девушки отдыхают Слово немецкого дворянина, данное бедному еврейскому ювелиру, немного значит Я мог бы вам просто приказать сделать вашу работу Но я же разыскал в другом лагере вашего сына Это правда, Герлебер Я нашел вашу жену и маленькую дочь Они живы и в безопасности Завтра их привезут сюда Закончите вашу работу Да, конечно Конечно Я закончил Я... Да Вы действительно мастер Я не мастер Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Привет! И надолго? На пару дней. У меня здесь встреча. И еще я хотел с тобой поговорить. Поговорить о чем? О нашей семье. Странно. О нашей семье. Ну, она развалилась сто лет назад, когда ты ушел от нас к своей прекрасной Амалии. А потом, когда мамы не стало, я думаю, ты помнишь, бабушка меня воспитывала, а не ты? Я помню. Да. Твоя бабушка на этом настаивала. Она не хотела, чтоб тебя Амалией воспитывала. И я согласился. Амалия тот еще. Воспитатель. Ну, да. Но главное, что ты моя дочь. Я тебя люблю и всегда тебе помогал. Я тоже тебя люблю, папа. И спасибо тебе за помощь. Помнишь, когда бабушка умерла, ты мне передала ее архивы? Ну, да. Ты же сам меня просил об этом. Ты мне заглядывала? Нет. А что там? Много интересного. Ань, послушай меня. Есть один человек, который может быть опасен. Ты сейчас серьезно об этом говоришь? Опасен? Не смейся. Хотя тебя тоже может прослиться. О, да. Да. Ну, ты как скажешь, конечно. Опасен. Ничего смешного. Все, приехали. Держи. Может, кровь попьем? Ну, мне надо на работу вернуться еще. Ну, хорошо. Сейчас я припаркуюсь и попьем. Я тебя жду. Давай. Угу. Алло. Привет, Илюш. Да, все в порядке. Папа встретила. Знаешь, я на получасика задержусь. Ничего. Но ты у меня все-таки золото, а не начальник. Альцент Сергеевич. Вы должны были прийти позже. Обстоятельства изменились. У меня почти нет времени. Быстро в номер. Идем. Как говорите, ваша фамилия? Смирнов. Простите. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, в каком номере остановился Александр Орлов? Я его дочь. Он меня ждет. Четвертый этаж. Номер 409. Спасибо огромное. Простите, я просто тороплюсь. Простите, когда вы регистрировались? Позавчера. Пап. Аня, извини, тут неожиданная встреча. Это писатель, историк. Работает в жанре нон-фикшн. Он помогает мне в моих изысканиях. Это Аня, моя дочь. Здравствуйте. Я тогда побегу, раз ты занят? Давай сегодня вечером поужинаем здесь внизу в ресторане. Ну, давай созвонимся, потому что я не знаю, как сложится еще мой день. Только ты постарайся, потому что мы не договорили с тобой. Это важно. Хорошо. Это очень важно. Я поняла тебя. Все, пока. Послушайте. Вы обещали, что не будет никаких свидетелей. А? Вы нарушаете наши договоренности. Это всего лишь навсего моя дочь. И она не имеет никакого отношения к спецслужбам. Да. Давайте уже вернемся к нашим делам. Сколько вы хотите за эту информацию? Вы знаете, я двадцать лет работал, не покладая рук. День и ночь, день и ночь. Один и шесть нулей. Я вас не понимаю. Мы с вами договорились о другой сумме. Ну, здесь совершенно секретная информация. Я добывал ее с риском для жизни. Да не преувеличивайте. Послушайте, сынок, здесь жизнь вашей матушки Нины Орловой. Явки, легенды. Вот. Это та сумма, о которой мы договаривались. И не торгуйтесь. Вы все равно не найдете у нее другого покупателя. А знаете почему? Потому что история Нины Орловой интересует только одного человека на свете. Этот человек я. Держите. Все. Алло. Да, я вас слушаю. Я, к сожалению, не могу предоставить вам такую большую скидку. А вы знаете, я сейчас передам телефон директору нашей компании, и он вам подтвердит, что я говорю абсолютную правду. Да, никто не собирается морочить вам голову. Да, сейчас. Подождите секундочку, ладно? А на тебя? Клиент хочет индивидуальный тур, скрой вы. Да, у нас есть система бонусных баллов. И как только вы станете нашим клиентом, мы откроем на вас бонусную карту и начислим первые баллы. Да, после того мы обещаем вам скидку на следующий тур. Конечно, подумайте. До свидания. Всего доброго. Рабочий день окончен? Илья, ну что ты творишь, а? Они готовы были деньги сегодня уже перевезти. Могу скинуть им хотя бы пять процентов. Ты шутка? Я соскучился. Вот этот конверт надо отправить по почте. Сделать это как можно быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Конечно. Сейчас будет сделано. И господин Орлов, вас ожидают у бара. Благодарю. Приветствую. Я как раз собирался вам звонить. Я так и понял. Но все-таки решил встретиться. Я хочу лично услышать, как это дела моего партнера. Дела действительно идут прекрасно. И у вас тоже уверен. Все хорошо. Вид цветущий, как всегда. Мне нужны не комплименты, а результат. Когда? Неделя. Окей. Я бы не хотел расстраиваться. Когда что-то срывается или идет не по плану, я начинаю сильно нервничать. Могу столько глупостей натворить в сердцах. Но ведь это понятно. Это не надо объяснять. Не надо. Понятно. Тогда береги себя. Да не отвечай, ты назвала. Алло. Да, пап. Ну, в общем, в общем, я освободилась, да? Ну, да. Я помню про страшную семейную тайну. И про страшную опасность для нас я тоже помню. Нет. Нет, нет, нет. Я не смеюсь. Да. А давай через час в ресторане твоего отеля. Хорошо. Все. Пока. И что это значит? А это значит, что сегодня я ужинаю с отцом. Ну, вот. Родители всегда не вовремя улезают в жизнь твоих детей. Не обижайся. Я так редко его вижу. Дождешься меня? Ладно? Я мигом. Если ты меня обманешь, то найдешь мое безжизненное тело. Неожиданно. Здравствуйте. Вас ожидают. Здравствуйте. Да. У меня столик должен быть заказан на фамилию Орлов. Пойдемте. Вам что-нибудь перенести? Если можно, водичку. Хорошо. ПОДПИШИСЫ Спасибо. ПОДПИШИСЫ ПОДПИШИСЫ Да! Пошли. Папа! 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 Здравствуйте еще раз. Скажите, Александр Орлов выходил из отеля? Я просто волнуюсь, он к телефону не подходит, а стучу в номер 409, и он не открывает. Нет, должен быть еще в номере. Странно. А может быть пройдем вместе? Посмотрим? Да, давайте пройдем. Сейчас возьму сходить запасный ключ. Давайте побыстрее сейчас. Да, хорошо. Спасибо. Просто на него это не похоже. Телефон всегда с ним. А тут не открывает. Я не слышу. Я стучала, он не открывает. Папа! Александр Сергеевич, откройте. Открывайте уже! Пап! Мы входим. Папа! Скорую, быстро! Папа! 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 Я тут все оформил. Осталось только подписать. И по нашей части все формальности будут закончены. Подождите, а почему здесь нет ни слова о том, что отец был здоров, и я разговаривала с ним по телефону буквально за час до смерти? Он заказал столик в ресторане, и он прекрасно себя чувствовал. Я понимаю, какова вам сейчас. И сочувствую, поверьте. Ну и вы меня поймите. Следов борьбы нет. Смерть, по всей видимости, не насильственная. Человек, знаете ли, животное хрупкое. С ним в три секунды может столько всего произойти. Вы даже себе представить не можете. Мы, конечно, дождемся результатов с патологоанатома, но по большому счету. Подождите, давайте сделаем эту экспертизу. И я вам уже рассказывала, что отец встречался с писателем. Писатель нон-фикшен. И как его зовут, я не знаю, но он явно нервничал и пришел раньше положенного срока. Ну, мало ли что. Я пока, так сказать, не вижу состава. Простите, а этот чемоданчик вашего отца? Да, он с ним приехал. Его на заказ сделали в Германии. Странно, что и в Германии. Таки обычно делают в Японии. По стороннему человеку такой просто так не открыть. В них обычно хранят очень ценные вещи. Ну, вот вам и состав. Ты камеру проверила? Да. На них видно, как гражданин выходит из лифта, заходит номер. Ни до него, ни после него в номеры никто не заходит. Вплоть до появления гражданки из консьержа. Подождите, а писатель? Ну, был там этот фикшен, не фикшен на записи. Ну, это надо смотреть дневные записи. Ну, давайте посмотрим дневные записи. Да я не против. Давайте посмотрим. Только зачем, я не понимаю. Ну, был у них с вашим отцом какой-то деловой разговор. Потом я, как понимаю, они ушли и больше он не возвращался. Вот. Ушел и все. Ну, давайте еще раз посмотрим. Отец с писателем. Видите? Ну, вы же тоже сами все видите. Писатель ушел. Ваш отец проводил его на пороге. И все. Ну, запись не очень качественная, но все-таки видно. Анна, я вас очень понимаю, но давайте дождемся результатов экспертизы. Если она покажет, что это убийство, начнем действовать. Я оставлю вам свой номер. Спасибо. Оставьте сообщение после сигнала. Илья, у меня папа умер. Перезвони мне. Вам. Илья, у меня папа что-то очень важный. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ильюша спит. И сюда больше не звони. Я тоже тебя люблю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебя долго не было. Уехал верного к родителям. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алечка, телефон звонит. Ответь, пожалуйста. Солнышко, ответь. Да, дорогая. Я… Я очень рада, что ты звонишь мне в пять утра. Нет, я всегда готова с тобой поболтать, но согласись, что сейчас не самое подходящее. Подожди. Подожди, я ничего не понимаю. Подожди. А делать-то что теперь? Да, да. Доброе утро. Что случилось? Он умер. Кто умер? Мой муж. Он умер. Ничего себе. Подожди. Инфаркт, инсульт? Я не знаю. Я не знаю. Позвонила его дочь Анна. Послушай, а завещание есть? Ты о чём? Мне пять минут назад позвонили и сказали, что ты понимаешь, что у меня умер муж, как я сейчас могу думать о завещании? Личка, тебе не нужно ни о чём думать. Я твой адвокат. Александр Сергеевич был мужчина состоятельный. А у вас были непростые отношения. И есть, что делить. Ты не волнуйся, я всё сделаю, как адвокат. Так, в коллегию мне сегодня не нужно. Слушай, а давай поищем завещание? Ну, чтобы быть ко всему готовыми. Давай ты всё-таки поедешь в коллегию. Сейчас наденешь пиджак, галстук и вперёд. Я понимаю, ты расстроена. Знаешь что, ты поспи ещё немного, ладно? А когда проснёшься, позвони мне, хорошо? Господи. 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 О, привет. Не хотел тебя будить. Омлет, будешь? Ключи оставь и убирайся отсюда. Не понял. Вань, что происходит вообще? Ты на работу не явилась. На звонки не отвечаешь. А я звонила тебе вчера. А, я же в этом был. Около Ермилова. Там связи нет вообще. Ты что, следила за мной? Ты что, дурак? У меня отец умер. Мне поддержка была нужна. Я пыталась тебе дозвониться. Я же не знал, Ланечка. Тебе же помощь нужна. Прими мои соболезнования. Нет, от тебя ничего мне не нужно. Я тебя бросила. Ну, или ты меня оставил. Я не знаю, как тебе удобно. Я вообще ни черта не понимаю. Если же вот так вот раз и разойтись. Ну, нас же много чего связывает. Общие планы на будущее. Интересные проекты. Это все не просто так. Мы же не просто... Я же тебя люблю. Ключи давай. Амалия Львовна. Я так вам соболезную. Как это случилось? Костик, сейчас это не важно. Яночка, как ты? Отстань. Мам. Яну, что ты меня мучаешь? Ты что, не видишь, что мне плохо? Вижу. Похороны – это не просто. Хочешь, я все организую. Ты? Ну да, ты-то организуешь. Костик, принеси мне, пожалуйста, горячей воды с сахаром. Прям кипяток и сахару так, ложки три. Хорошо. Спасибо. Все равно придется этим заняться. Спасибо. Тем более надо понять, что там с завещанием. Ах, вон оно в чем дело. Ты-то тут при чем? В смысле? Очень даже при чем? Ты ему не дочь, он тебе не отец. Да, но он меня любил. Тогда как ты сейчас можешь говорить о завещании? Ты просто меркантильная, избалованная... Яна. Спасибо. Давайте будем решать вопросы по мере их поступления. Сейчас нам нужно справиться с мигренью. Потом мы сядем, выпишем все вопросы на бумаге и постепенно один за одним все решим. Спасибо тебе, Кость. Хоть один здравомыслящий человек. Костя, вообще, когда ты на ней женишься? И увезешь от меня с глаз долой? Да я-то хоть сейчас... Костя! Оборота сбавь и не лезь. Амаля, давайте примем таблеточку. Нет, не надо. Ой. Войдите. Анна Александровна, извините, результатов пока вы... Ясно. Прошу прощения за беспокойство. Я вот по какому делу. Не знаю, поможет это следствие или нет. Я вспомнила, что когда я утром зашла в номер, на столе лежал конверт. Большой такой, крафтовый конверт. А когда, когда с отцом все это случилось, конверта уже не было. Он исчез. Может быть, это был конверт этого вашего писателя? Как вам такой вариант? Простите, у меня телефон. Я должна ответить. Конечно. Алло. Да, привет, Яна. Ну, я Амале уже все рассказала. Больше новостей никаких нет. Да, ждем экспертизу. Полиция считает, что смерть произошла по естественным причинам. Нет. Нет, не нужно. У меня здесь полно знакомых. И юристы у меня есть. И даже теперь полицейские. Пока-пока. Ну, как? Какие эти питерские все-таки... Никакие. Манерные. Ощущение, что они прилетели с другой планеты у каждого обитателя под два комплекта мозгов, блин. Она от нашей помощи отказалась и сказала, что у нее в Питере толпа знакомых юристов, которые за нее всех тут закопают. Прямо так и сказала? Прямо так и сказала. Что-то на нее не похоже. Она, в отличие от тебя, человек тактичный, я бы даже сказала, деликатный. Ну, да. Мы в курсе, кто ее воспитывал, а кто меня. Знаешь, это осинки не родятся апельсинки. Сниму с довольствия. Твоя деликатная и тактичная, наследство он со мной точно не поделится. Каждый получит то, что ему положено по закону. Угу. Да угомонись ты! Ты как попугай с утра до ночи. Наследство, 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 наследство! Яна, ты как? Барахло-то убери отсюда. Да, это убийство. Нам тут теперь год разгребать. Ребят, долго вам еще? Хорошо, если до утра управимся. Фото на опознание отправили? Да, ждем результатов. Предварительная версия. Грабеж, скорее всего, действовали по наводке. Похоже, наш убитый занимался сбором информации в архивах. Вероятно, что его пытали. Но вот успел ли он что-нибудь им рассказать. Ладно. В любом случае, отработаем все связи. Добрый день, Анна. Проходите. Добрый. Еще раз примите мои искренние соболезнования. Присаживайтесь. Все свои сомнения теперь можете оставить. Вот копия акта экспертизы. Причина смерти вашего отца – инфаркт. Ну, что, собственно говоря, мы и предполагали. То есть, вы решили больше это дело не расследовать? Правильно я понимаю? А кто это? Да так, один покойник. Вы его знали? Ну, конечно, это и есть тот самый писатель, который встречался с моим отцом. А что с ним случилось? Убит. Ну, вообще-то это тайна следствия. Убили. Вы обыск проводили? Ну, конечно же. Конверт нашли? Ну, конверт. Вы не понимаете, что смерть этого писателя и моего отца не случайно? Взаимосвязаны они. И чем она связана? Этим конвертом, который в глаза никто не видел? Ну, кроме вас, я имею в виду. Понимаете, Анна, ваш отец ушел из жизни естественной смертью. А этот субъект стал жертвой ограбления. Вы разницу чувствуете? Уж простите. Простите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что вы не хотите возбуждать дело, но в мой дом сегодня кто-то влез, и я следующая жертва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ключ. Оставайтесь в машине. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА